МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовься они летом, телегу зимой. В Туве проведены крупномасштабные учения МЧС. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Регион-17» в студии Сэгэнбербё. И сегодня в выпуске. За прошедшую неделю в Туве зарегистрировано 37 преступлений. Из них 7 тяжких и особо тяжких. На дорогах республики совершено 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В регионах завершились всероссийские ежегодные командно-штабные учения. В Туве итоговое противопожарное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций прошло в Сумоне-Черби. В Управлении по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД провели семинар «Школа волонтёров». По информации регионального МВД за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 37 преступлений. Из них 7 тяжких и особо тяжких преступлений, которые, впрочем, раскрыты в дежурные сутки. Три убийства – это в Ирзинском, Зунхемческом и Тандинских районах. Все раскрытые. В последнем случае от огнестрельного ранения погибли 17-летние несовершеннолетние. Три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровья – это Зунхемческий, Барунхемческий и город Кызыл. За истекший период на дорогах республики совершено 5 ДТП с пострадавшими. По одному на территории города Кызыла – Кызылского, Тоджинского, Тесхемского, Кахемского районов. В последнем – со смертельным исходом. В Тесхемском районе по вине водителя, находящегося в алкогольном опьянении, совершено опрокидывание транспортного средства, в салоне которого находилось еще три пассажира. Все в алкогольном опьянении. В данной аварии травмы получили два человека. В Кызыльском и Тоджинском районах по вине водителя допущено опрокидывание транспортного средства и столкновение, соответственно. В Кызыле и Кахемском районе ДТП связаны с наездами на пешехода. Так, в региональном центре водитель допустил наезд на пешехода, который пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате автоаварии потерпевшая получила перелом позвоночника. В Кахемском районе наезд на пешехода, который сидел на проезжей части дороги, совершен 15-летним водителем. Совершеннолетний находился за рулем транспортного средства с разрешением матери. Находилась рядом с сыном в салоне транспортного средства. Доверила управление автомобилем сыну, который не имеет права вождения, не обучался и, естественно, водительского удостоверения нет. Как говорится, готовься они летом. А телегу зимой МЧС России проверила все службы и организации к вероятной экстренной ситуации. Не стало исключением и Тува, где весенний поводок может принести большие неприятности. Первый этап всероссийских учений – это организация мероприятий по ликвидации ЧАЭС, связанных с поводками, а также его безаварийного пропуска. До этого сегодня собраны силы и средства министерств и ведомств республики. Рабочую группу командно-штабных учений возглавляет начальник главного оригинального управления МЧС России генерал-майор внутренней службы Алексей Артемов. В первую очередь была проверена оснащенность и готовность всех республиканских служб и ведомств, непосредственно привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе скорой медицинской помощи. На вооружении что стоит? Чем обеспечено? У нас укладки для оказания медицинской помощи, шины, анимационная укладка. Запаса продукта питания нет? Запаса продукта питания есть. Самое большое число техники на смотр представили региональные спасатели и коммунальные службы. В составе групп имеется и тяжелая техника от ВАВТОДОРа. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, дорожные подразделения у нас подготовлены 64 единицы техники. Вот здесь построены, это основные, нужна техника для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Итоговое противопожарное учение было проведено в Козылском лесничестве, на территории которой в прошлом году было зафиксировано 13 лесных и степных пожаров. Сегодня проводится второй этап всероссийских командно-штабных учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По водной на территории Сумона-Черби вспыхнул крупный пожар. Техника выдвинута на место. В 6 утра в Главное оригинальное управление МЧС России поступило сообщение, что в 3 километрах от Сумона-Черби действует природный пожар. Одними из первых на место прибыла команда Козылского лесничества, на территории которой, по легенде, произошло возгорание. С Министерства лесного хозяйства Козылского лесничества у нас в количестве 10 человек лесной охраны, 2 единицы и 1 сейс охраны. Насмотрим таборные имущества, средства пожаротушения, полевые снаряжения, индивидуальные аптечки. Опытные лесничие всегда на чеку, запас питания на 5 дней, воды на 1 сутки. Имеется НЗ, 10 тонн ГСМ, выделенного безвозмездно одним из индивидуальных предпринимателей. Наготове всегда заряженные радиостанции, навигаторы, фонари, плюс спецсредства для тушения пожара. Вслед за лесоохраной прибыли основные силы МЧС. Колонна внушительная, пожарные расчеты группы аварийно-спасательной службы, передвижной пункт управления в составе 13 единиц техники. В любой военизированной организации, тем более в мобильных группах, самое главное – это связь. Связь же в МЧС обеспечивает подвижный пункт управления. Время развертывания в зимнее время 3 часа, в летнее – 2. Тут же в считанные минуты разворачивается палаточный городок. Включен большой телеэкран, предназначенный для передачи картины с места ЧС в онлайн-режиме. Видео обеспечивает камера беспилотной авиации МЧС, на вооружении которой стоит беспилотная авиасистема «Фантом-4» вертолетного типа. Дальность полета квадрокоптера 5 километров, максимальная высота до 900 метров. При подключении составляющей отдела связи имеется возможность передачи видеоизображения в режиме близком к реальному времени. Используется для чего? Для координации сил и средств, для воздушной разведки обстановки возможной, чтобы сил и средства, которые были на месте, у них была возможность принять верное решение, таким образом защитить населенный пункт в данном случае. Итак, по легенде, лесной пожар подобрался к населенному пункту. И первым делом, пожарным расчетам, необходимо в кратчайшие сроки провести разведку местности на наличие водоисточников, необходимых для подачи воды в пожарную магистраль. Все, устанавливаем АНР-102 тысячи сюда на водоисточник. Цистерны две тогда выдвигаются на улицу Советскую на перекресток. И там проводим предварительное боевое развертывание. Источник, от которого насосная установка подает в воду, найден. Началась прокладка магистральной линии для подачи. Длина водной артерии составила почти километр. Все делается настолько быстро, что счет идет на секунды. В настоящее время проводится магистраль от водоема. И он должен быть проложен по наикратчайшему пути. Всего примерно длина магистрали будет примерно ориентировочно один километр. Согласно вводной оперативного штаба, условный огонь подбирается к краю населенного пункта. В целях недопущения жертв маневровой группой проводится эвакуация жителей села Черби. По легенде, эти горячие покрышки обозначают границу пожара подошедшего к краю села. И эту границу надо держать. Тем временем магистральная линия проложена. Пожарные в полной готовности. Все ждут команды о подаче воды. 32-й, НБУ-1, подавайте воду. НБУ-1, 32-й, вода пошла. Принял. Команда работает быстро, профессионально. Ни одного лишнего движения. Кроме ликвидации очага пожара, локализуется и его подход к жилым домам. Задача выполнена в срок. Условный огонь отступил. По прибытию к месту вызова было установлено автомобильно-соснорукам на естественный водоисточник. Проложена магистральная линия. Организована бесперебойная подача огнетущих средств к месту пожара. Пожар был ликвидирован. Жертвы разрушения не допущены. Двухгневные командно-штабные учения готовности органов управления и сил по ликвидации чрезвычайных ситуаций завершены. На каждом этапе учений поставленные цели и задачи были выполнены. Подытожили в региональном главном управлении МЧС России. В региональном министерстве внутренних дел действует школа добровольца волонтерского движения по направлению профилактики незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ. Существует такая пирамида познания, когда человек воспринимает информацию. И самая эффективная информация, как уже доказали ученые, это в 90% человек усваивает по принципу сверстник к сверстнику равный равному. И идея нашей школы сегодняшняя заключается в том, чтобы вы своим сверстникам тоже, как на добровольных началах, рассказывали о том, что существует такая проблема, что употреблять наркотические средства нельзя. Ну и позитивная профилактика, заниматься позитивной профилактикой, пропагандировать здоровый образ жизни. Семинары для молодых активистов проводятся в рамках общероссийской профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В школе добровольца принимают участие студенты Кызыского транспортного техникума, которые являются членами кибердружины. Школа добровольца будет проходить на базе управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Тыва 20 и 21 марта. Для волонтеров в рамках школы организованы тренинги и мастер-классы по повышению культуры общения. Прошло обучение, как правильно и быстро принимать решения в критических ситуациях. В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» мы, как добрость саду, участвуем в Неперевол. Мы выезжали в район, рассказывали людям про волонтерство, приглашали их в районах молодежи. Я вас очень прошу тоже, когда проводится эта акция, в рамках этой акции всегда поддерживайте и принимайте активное участие. И когда вы увидите на улице друга или знакомого человека, который бросает мусор, что вы должны сказать? Не бросай. Не бросай мусор, если. Какой ты же красивый человек. Выброси мусор. Ну, чтоб стыдно стало этому человеку. Не так. Не бросай нельзя. Просто. Вот так. Для волонтерского движения одним из главных качеств является коммуникабельность и психологическая устойчивость. На семинар была приглашена специалист Республиканского центра психологического сопровождения Цайзрал Солангыдулуш. В настоящее время проводится психологический тренинг. И самым главным условием является, что здесь не должны быть лишние. Ну, пожалуй, я присоединись. Результаты тренинга не заставили себя ждать. Ребята, которые вначале чувствовали себя несколько скованно в ходе психологической игры, раскрепостились в считанные минуты. Те, кому интересно играть, это ты друг. Обучающий семинар является действующим уже на протяжении двух лет. Практика показывает, что волонтеры приобретают знания не только в области профилактики и наркомании, но и прорабатывают свое личностное развитие. У меня крайне положительное отношение к волонтеровскому движению, так как благодаря волонтеровскому движению мы можем поддерживать связь между собой и помогать. И так показывает свою человечность и помогает всем нуждаемся людям. А сегодня, 21 марта, школа добровольца встречается со специалистами республиканского наркодиспансера и активистами регионального департамента по делам молодежи, которые и завершат очередной этап профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». На этом у меня все. Всегда говорите «нет наркотикам». Берегите себя и окружающих вас людей. Редактор субтитров А.Семкин